И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня я расскажу как торговать на споте и в общем всё о спотовой торговле. Перед этим подпишись на мой телеграм, в котором я рассказываю всё, что думаю. Например, там я говорил то, что продал более 90% криптовалюты при битке 60 тысяч долларов. Также там я указал цены, по которым я планирую покупать криптовалюту в будущем, например, биток. Также там рассказываю о всех темах, в которых участвую. Например, недавно участвовали в 100% аирдропе за свапы. А ещё и ютуб могут закрыть. Так что вы знаете, что делать. Переходите по ссылке в описании в телеграм. А также напоминаю, что биржа GTA входит в список 10 лучших бирж мира. Кстати, спасибо GTA за поддержку. А по ссылке в описании будет ссылка на регистрацию, по которой вы сможете зарегистрироваться на бирже и получать вечную и максимальную скидку на торговые комиссии, 20% и ещё некоторые плюшки. Так, ну что же такое спотовая торговля? В общем-то, спотовая торговля, вы, грубо говоря, покупаете актив в надежде на то, что он вырастет и вы получаете прибыль только тогда, когда он растёт. Текущая рыночная цена называется спотовой ценой. Используя спотовый рынок, вы сможете продать или купить какие-то криптовалюты. Но не факт, что вы их точно продадите или купите, потому что может не хватить ликвидности. Например, вы хотите купить биткоины по 40 тысяч долларов. Скажем, тысяча биткоинов, а продаётся только 800. Ну то есть вы можете просто физически купить. Поэтому тут есть некоторые нюансы. Спотовая цена обновляется в режиме реального времени. Ну то есть, например, спотовая цена это, грубо говоря, цена последней проведённой сделки. Так, сна, теперь перейдём к практике, потому что она самая лучшая учитель. Хм, как мне показала практика, как ни странно. Как начать спотовую торговлю на GTO? Спотовая торговля на GTO – это простой процесс, для начала которого достаточно зарегистрировать аккаунт на бирже GTO. Давайте рассмотрим классический интерфейс бирже GTO и узнаем, как совершить спотовую сделку. Для перехода на трейдинговую платформу на главной странице GTO наведём на курсор на кнопку «Трейдинг», выберите «Спотовая торговля» и нажмите «Классическая». Теперь вы увидите классический торговый интерфейс, который содержит несколько интересных разделов. Первое. Слева находится инструмент, который позволяет вам выбрать криптовалютную пару, которую вы хотите торговать на спотовом рынке. Вы можете не только покупать криптовалюту за пиват, на спотовом рынке вы также можете обменивать её на другие монеты и токены, и также торговать токен к токену, ну например, эфириум к биткоину, ну и тому подобное. По центру представлена диаграмма с настраиваемыми историческими ценовыми данными, благодаря интеграции с TradingView. В общем, вы можете использовать широкий диапазон аналитических инструментов, там, в общем, графики смотреть, что-то там, думать, куда пойдёт вверх или вниз, в общем, гадать на кофейной гуще, как я считаю. Об этом я расскажу в следующих видео, потому что это довольно сложно, и даже про графики можно делать довольно много видео, потому что очень много разных интересных индикаторов, как по ему мнению, и даже есть и бесполезные, ну как мне кажется. В общем, узнаем в следующих видео. Справа, в так называемом ордер-буке, перечислим все открытые ордера на покупку и продажу актива, порядочные по цене. Зелёные заявки — это ордера на покупку, красные — это ордера на продажу. В общем-то, эти ордера можно использовать, например, кто-то продаёт по такой-то цене, вы можете купить у него по этой цене, ну и так далее. Также я иногда говорю какие-то сложные вещи, особенно для новичков, если будут какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Ниже графика находится инструмент, в котором вы создаете ордера на покупку или продажу. В этой утилите мы можем задать значение, по которому будет произведена покупка и продажа, также вы можете это оптимизировать, в общем, довольно интересно. Так, снова теперь финальный, рассказываю о преимуществах и недостатках в сплотовых рынках. В общем, каждый вид торговли и стратегии имеет свои преимущества и недостатки, это логично, где-то более рисково. Скажем, на спотовый рынок, я считаю, один из самых менее рисковых, и я его, ну, советую, даже так скажу, новичкам, и пока что не лезть в другие виды рынков, пока вы не освоите спотовый. И поэтому спотовая торговля — одна из самых простых и лёгких в плане понимания, то есть вы просто взяли и купили, и у вас теперь есть монета. Достоинства в спотовых рынках. Цены прозрачны и регулируются лишь спросом и предложением на рынке. В этом значительное отличие от фьючерсного рынка, на котором содержится несколько там всяких цен и вообще много всего сложного. Второе. В спотовой торговле легко участвовать за счёт простых правил, вознаграждений и рисков, к тому же комиссию мы платим только один раз, когда покупаем, не так как в фьючерсах. Если вы инвестируете 500 долларов на спотовом рынке, скажем, в токен GT, то можно легко рассчитать свой риск на основе цены входа и текущей цены. Ну, то есть, к примеру, токен GT стоит 10 долларов, он вырос до 20 долларов, у нас теперь 1000 долларов, упал в два раза, у нас теперь 250 долларов. Всё просто и понятно. Можно также войти и забыть, то есть вы можете войти в сделку и выйти из неё, когда захотите. Если вы не хотите совершать кратеросрочные сделки, вам не нужно постоянно проверять объём доступных вам средств, ну и тому подобное. А также можно, к примеру, вы купили какую-то монету, да, она сейчас упала после вашей покупки, но ничего, вы можете, к примеру, просто подождать в кошельке, если считаете это нужным, и продать её, там, через год, а может вообще через 100 лет, в общем, тут всё в ваших руках. Ну, и теперь недостатки, но также эти недостатки именно для тех уже, для профессионалов. То есть, потенциал прибыли на спотовой торговле меньше, чем на фьючерсах, например, на фьючерсах можно заработать даже, когда актив падает. Но, повторяю, если вы новичок, не лейте на фьючерсы, это сложно, разберитесь на спотовом рынке, и если вы заработали, это не значит, что вы умный. Может быть, вам просто повезло, так что это нужно тоже учитывать. Ну, и завершаем. Спотовая торговля на спотовых рынках – один из наиболее распространенных способов торговли, особенно для начинающих. Несмотря на простоту спотового рынка, всегда полезно дополнительно знать о его преимуществах, недостатках и потенциальных стратегиях. Вот даже я говорю, что спотовый рынок довольно-таки менее рисковый по сравнению с другими, но даже тут можно очень легко всё потерять. Ну, не всё, но даже большую часть. К примеру, вы купили какую-то монету, не подумав на спотовой торговле, не изучили, а она упала, может, даже довольно сильно, если она какая-то непопулярная. То есть даже на спотовом рынке можно терять, и это нужно всегда держать в голове. Помимо этого, всегда стоит изучать монеты, которые вы покупаете, и как говорил Warren Buffett, я покупаю только то, в чём сам разбираюсь. Разбираюсь. И я вам тоже советую делать так же. А на этом всё. Спасибо за просмотр. Пишите своё мнение, там, всякие конструктивные комментарии. Ставьте лайки, там, сюда-сюда подписывайтесь. Телеграмм, не забывайте, все ссылочки в описании. Телеграмм, не забывайте, все ссылочки в описании.